Здрасте можно, с вами Скерс. Все мы любим Берсерка, но получился он таким, каким мы его знаем, благодаря манге, которую я вам сейчас перескажу. Друзья, осенью, возможно, ютуб блокнут. И чтоб мы не потерялись, прошу, залетайте в мой ТГК. Там контент-эч будет выходить, даже если ютуб станет недоступным. И в очередной раз напоминаю про свой бусти. Благодаря нему я могу продолжать свою деятельность. А вы можете смотреть видосы без цензуры и намного раньше. Полтора часа Ганса и этот пересказ без цензуры уже ждет вас там. А теперь нахватите чайку. Мы начинаем. Нетронутая человеком красота природы, умиротворенная музычка и милейшие гермафродиты, парящие то там, то тут. Так нас встречает Девилмен, чтобы через мгновение разрушить все наши ожидания. Мерзкого вида существа нападает на беспомощных пернатых, брутально уничтожая их популяцию. Сискасты и Роняя Кал пытаются спастись, но монструозные создания окажутся сильнее. Еще немного и фимбольчики всосут в этой катке. Но, наконец, появляется сурьезный перец. Единственный пернатый без сисек. И, судя по всему, с яйцами. И шутить с хуешь протами он не намерен. Своим мечом он быстренько показывает, кто здесь батя. Однако попускание демонической шайки не могло продолжаться вечно. В конечном итоге, монстрятина оформилась в этакий комок плоти и призвала своего защитника. Чем закончилась война богов, нам не показывают. Мы переносимся в 80-е, куда-то в Гималайи. Там археологи исследуют пещеру. И довольно быстро находят проблем на свою жопу. Во льдах дремало древнее зло. Но отличемся от божественных рамсов до археологических исследований. Этого молодого человека зовут Акера. Он главный герой произведения. В данную минуту он спокойно прогуливается со своей подружкой Микки. Акера среднестатистический черик. Спортом не занимается. В учебе тоже достижений нет. А доту его времени еще не выпустили. Короче, по всем показателям обычный школьник. Вдобавок к этому, в начальной школе он был тем еще плаксой. Его даже называли сиреной. Микки припоминает ему и то, как он боялся собак. И заодно и даже до дома добирался длинным путем. У Пучана подгорает жопа. Но в их разговор вмешиваются местные гопники. Акера, как настоящий терпил-терпилыч, предлагает подруге игнорить их нападки. А то еще влипнут в какую-нибудь историю. Микки такой муф не заценила. Он как был сиреной, так и остался. Деваха берет ситуацию в свои руки. И требует, чтобы гопота немедленно приняла непиздин. Таким ублюдкам, как они, лучше сдохнуть. Понимая, что ситуация начинает отчетливо пахнуть писюнами, Акера пытается увезти девушку. Но малолетние АОЕшники услышали достаточно, чтобы спросить за базар. Однако даже в такой ситуации девчонка не пасует. Она начинает выдавать лещи обидчикам. Но довольно быстро ее остановили. Челику явно не понравилось поведение девчушки. Она крупно влипла. Терпил Терпилыч смог выдавить из себя лишь Пукс Рейнг, что же делать, как мне быть. Наконец он пытается уладить конфликт дипломатией. Но, разумеется, такие челики понимают лишь язык силы. Гопота посчитала, что такой красотки явно недостаточно одного доходяги. Ей нужны члены покрупнее. Бедолага на Акере весь извелся. Что же ему делать? Наверняка последствия произошедшего мы бы увидели на Парнохабе. В разделе Кукол. Но поблизости оказался друг Акеры. Рео. У него срочное дело. Сиреныч и рад бы пойти с ним. Но у него сейчас некоторые трудности. Блондинчик не горит желанием встревать в чужой рамс. И, наверное, бы не стал. Потому что всем своим видом он показывает. Ему похую. Вот только вожак Ауэстая допустил ошибку. Он приказал своим шестеркам разобраться с подкреплением. Те уже достали ножи и собираются покрошить парней на колбасень. Вот только Рео максимально спокоен. Ведь у него есть пушка. При виде нее чего-ка чушпан на очко присели. Впрочем, самый дерзкий быстро поверил в себя. Вряд ли у сопляка настоящая пушка. Рео на споке еще прям как гослинг. Он показывает гопоте. Его пушка реальна. Очкошники тут же решили отступить. Разобравшись с ними, Рео требует, чтобы Акира шел за ним. Микки пришлось оставить. По дороге Плаксы интересуются. Откуда у него оружие? Выясняется, что у блондинчика есть некие враги. Они настолько страшные, что даже проблемы с законом из-за нелегального оружия на их фоне детский лепет. Но еще сильнее Акира удивляется, когда Рео просит его полезать в тачку. Как он поведет машину? Он ведь несовершеннолетний. Рео демонстрирует поддельный паспорт. Батя постарался. По дороге выясняется, что предки Акиры в командировке. Именно поэтому сейчас он живет с семьей Микки. И поменял школу. Из-за этого, кстати, они и не виделись с Рео больше месяца. Блондинчик сильно изменился за такой короткий срок. Рео рассказывает, что его отец умер. Теперь его ничто не сдерживает. Акира удивлен. Когда он видел в последний раз профессора, тот выглядел абсолютно здоровым. Но откинулся он не из-за болезни. Батя просто слишком буквально воспринял фразу «Лучше сгореть, чем угаснуть». Но самое пугающее в этом. После смерти останки отца весили 120 килограмм. Хотя внешне его тело не изменилось. Он остался худым. Помимо этого, от бати Рео досталось пугающее наследство. Этим блондинчик хотел бы поделиться со своим другом. Наконец ребята добрались. Рео Инг Гослинг предупреждает. Как только Акира пройдет через эти ворота, ему откроется ужасная тайна. Ему не хотелось вовлекать во все это друга. Но больше ему некому доверять. Хоть Акире и страшно, он берет яйца в кулак и уверяет, что готов отправиться даже в ад за своим другом. Наконец парняги внутри. Батя Рео был археологом. И когда он исследовал руины в Майами, ему удалось найти это. Рео демонстрирует находку отца. Увидев скульптуру, Плакса чуть штаны не намочил. Блондинчик просит друга успокоиться. Это всего лишь скульптура. Только сделана она была не человеком. Ее сделала раса, что жила на земле для людей. Это были демоны. Посмотрев на приятеля, Акира решает, что пора звонить дурку. Рео уверяет, что он не сумасшедший. И может это легко доказать. Эта статуя, книга истории демонов. Надевший ее, сможет увидеть то, что было в прошлом. Без лишних слов, блондинчик надевает эту штуку на голову. Акира решает, что тянуть нельзя. Его друг сошел с ума. Но Рео просит его остановиться. Пусть оденет ее и проверит сам. Акира не спешит принимать участие в этом сумасшествии. И тогда блондинчику приходится идти на манипуляции. Вроде, ну сделай это ради меня. Мой отец умер ради этого. А ты ссышь? Ну че ты? Разумеется, такой дешевый трюк сработал. И наш добряк выполнил просьбу. Сразу живого сознания проникли события давно минувших дней. Он хочет сорвать с себя эту скульптуру. Но Рео требует, чтобы он продолжал смотреть. Акира увидел мир с самого начала. Огромные рептилии. И множество разнообразных демонов населяли землю. Сцены ужаса и боли проносятся одна за другой. В этот же момент Рео поясняет. Дьяволы, в основном раса, состоящая из демонов, чтобы выжить в этом мире, им пришлось освоить одну способность. Сливаться с живым или неодушевленным объектом, чтобы заполучить его характеристики. Те, кто приспособился, стали самыми сильными. Раз за разом, повторяя эту технику слияния, они становились и сильнее и сильнее. Акира снимает маску. Рео говорит, что демоны, как и люди, совершенствовали свое оружие. Страшно представить, кого они могли превратиться благодаря слияниям. Акира в недоумении. Если эти дьяволы такие сильные, как люди смогли заселить планету? Все просто. Ледниковый период. Внезапное изменение в климате похоронило их рот. Акира уже выдохнул, но он рано радуется. Демоны не вымерли. Его отец знал это. Он ведь наверняка слышал разные сказочки о демонах, сиренах, русалках и прочих фольклорных существах. Но это не что иное, как демоны. Слышал ли Акира о божественной комедии? 13 век. В письмах итальянского поэта Данте содержится его описание очистилища, рая и адя, а также есть описание демонов на нижнем уровне ада, где они заморожены. Все это время демоны были в спячке. В местах же, где лед сошел раньше, и демоны освободились быстрее, и появились все сказания о монстрах. Но сейчас оставшиеся ледышки начинают приходить в себя, и его отец принес себя в жертву ради эксперимента. Чтобы узнать, на что способны эти существа, он слился с демоном, и когда он понял, что не может больше контролировать себя, просто сжег свое тело. Рио хотел помочь отцу, но услышал только просьбу, чтобы сын вылил на него побольше бензина. Это были его последние слова. Все встало на свои места, когда Рио прочитал его дневник. Время, когда человек может оставаться человеком, заканчивается. Но стоит рассказать все по порядку. Сознание демона было внедрено в сознание его отца. Демоны планируют вернуть себе планету, ведь это их дом, а люди украли его. Так что с их точки зрения все справедливо. С каждым днем все больше демонов возрождается. Акера протестует. У человечества ведь есть оружие. Как насчет водородной бомбы? Вот только Рио не столь оптимистичен. Наверняка из-за бешеного количества слияний в армии демонов есть тот, кто способен противостоять любому оружию человечества. Им уже много известно о людях, но они все еще не решаются нападать в открытую. Самое страшное, что даже с такой информацией они ничего не могут сделать, ведь высокопоставленные дяди просто пошли так дурку. А демоны могут напасть любую минуту. Или что еще хуже, они будут действовать скрытно, вырезая людской рот как овец. К счастью, есть один способ бороться с ними, и это не совсем оружие против демонов, ведь для человека это куда страшнее. Акера верит своему другу и готов принять это. Блондинчик говорит, что в таком случае завтра они все провернут. Затем они решают уехать. По дороге Акера спрашивает, почему он не говорит ему, что от него сейчас требуется. Сказать Рио не успевает, поскольку на дороге появился кошмар любого девственника. Из междуножной впадины вырвались ультразвуковые волны, разбившие лобовое окно машины. Рио тут же выруливает назад в особняк, но на них нападают еще больше демонов. Один из них уже на машине. Блондинчик сует Акере ствол, пусть воспользуется им, если понадобится. Разумеется, Плакса начинает отнекиваться. Внезапно одно из щупальцев чудища проникает в салон, Акерыч пасует, и в следующее мгновение его схватили. На помощь приходит друг. Ударом ножа он освобождает недотеку, но боль скорее принесла демону удовольствие. Не теряя времени, блондин хватает пушку и стреляет прямо в голову монстру. Ему удалось сбросить демона с машины, но следом возникла новая беда, и они на полном ходу врезаются в особняк, благо никто не пострадал. Ред тут же хватает кореша под руку и тащит его за собой. Дела все хуже, демонов все больше. Впрочем, есть одна комната, которая сможет их защитить. Слабые демоны вряд ли смогут туда попасть, но если они войдут внутрь, пути назад больше не будет. В этой комнате нет иного выбора, кроме как познать истинный ужас. Готов ли Акера войти в нее? Разумеется, парнишка согласен, ведь если они останутся здесь, их разорвут демоны. К слову о них, один вот уже пытается сожрать их. Изо всех сил пачаны несутся к заветной комнате. Рио В конечном итоге они наконец забрались внутрь, здесь они в безопасности. Акера увидел темный мрачный коридор, впереди то, что им нужно. На самом деле Рио хотел, чтобы его друг продолжал жить спокойно, и может быть, если бы не эти демоны, у него бы получилось не впутывать его. Причина, по которой они напали так неожиданно в его отце. Он не просто раскомнадзорнулся, но и захватил с собой демона, который, судя по всему, как раз изучал людей. За этой дверью их ждет бездна. Акера перед тем, как все это случится, просит, чтобы его друг рассказал все по порядку. Собравшись с духом, Рио признается, единственный способ сражаться с демонами самому стать демоном. И при помощи этого наследства они смогут ими стать. Их судьба стать отвратительными чудовищами. Акера говорит, что понимает это и готов принять эту участь, ведь с ним будет его друг. К тому же, это воля покойного отца Рио. Акера хотел бы узнать побольше подробностей о его смерти. Все-таки закончить также в его планы не входит. Рио достает косяк. Что ж, его отец открыл способ слияния с демонами при помощи демонических ритуалов, а затем попробовал сам. Внешне он нисколечко не изменился. Это одна из способностей демонов. Они могут менять свою форму. Изменяя положение клеток хотят, но вот настоящий облик отца был совсем иной. Впрочем, до самого конца отец не показывал ему, кем стал. Поначалу казалось, что он пытается сдерживать свою вспыльчивость, но потом она переросла в ярость. Первым звоночком стала ужасная находка. Его канарейка была разорвана на куски, а потом он нашел обезглавленный труп своей собаки. Ее голова лежала на лопате, вонзенной в дерево. Первым делом Рю помчался к отцу. Тот выслушал его, но когда обернулся, парень увидел, что его руки были в крови, а на лице была дьявольская улыбка. Словно умалишенный, батя пытался доказать, что собака схватила бешенство, и поэтому он позаботился о ней, но пусть не переживает, будет у него новая собачка, и он позаботится, чтобы новый песель был побольше, и чем больше собака, когда Рю ничего не знал о демонах. Списал такое поведение на дедов самогон, что только не бывает, как батя перепьет, поэтому на сей инцидент он просто забил болтяру, и однако через две недели, ночью, батя зашел к нему в комнату с ножом, и попытался прикончить, решил исправить былую скупость, так сказать, но Рю сумел дать ему отпор. После неудачного покушения, отец убежал в свою комнату, он закрылся изнутри и не выходил оттуда, а потом умер. Обо всем, что с ним происходило, Рю узнал после того, как прочитал его дневник. Он принял тот факт, что одолеть демона в своем сознании не выйдет, посему и раскомнадзорнулся, чтобы хотя бы в душе оставаться человеком. Но это не все. В своем дневнике он написал, что единственный, кто может слиться с демоном и овладеть его силой, сохранив при этом свою душу. Это человек с сильной волей, человек с благородным и чистым сердцем. Это должен быть юноша, любящий справедливость. Если человек со слабым сердцем сольется с демоном, то в итоге потеряет себя. Именно поэтому Рю решил выбрать Акеру. Разумеется, наш добряк сперва поломался, но Рю верит в него. Ну, а если вдруг он ошибается и ничего не получится, ну, пускай Акера раскомнадзорнится, как батя. Перспектива стать истребителем нечисти Акере по душе. И он соглашается. Пора посмотреть, что скрывает эта дверь. Друзья входят внутрь. И первое, что они увидели, голую бабу. Здесь проходит реальный, например, рок-н-ролл. Акера уже подумал, что его развели, но Рю уверяет, что все по плану. Это шабаш. Блондинчик тут же начинает танцевать, что нехило так злит Акеру. Наверняка он бы даже прописал в щи корешу, но какая-то деваха буквально оттаскивает его на танец. Через пару минут друзья воссоединились, и блондинчик вводит в курс дела. Происходящее здесь это часть его плана. Шабаш ему нужен, чтобы слиться с демоном. Дело в том, что эти отродья могут сливаться с кем угодно, но с человеком им это делать не особо нравится. Все из-за наличия разума. Демоны не выносят его, ведь они живут только ради удовлетворения своих разрушительных инстинктов. Кроме того, не исключено, что разум будет препятствием во время войны. Демон не может позволить себе такую роскошь. Именно поэтому почти всегда демоны сливаются только с теми, кто полностью откажется от своего разума. Люди, которых он видит, хиппи. Арию специально их собрал. Они постоянно бухают, и разум давно покинул их. Аки расспрашивают, но как демоны вообще попадут сюда? Это же такое неприступное место. Но и тут все схвачено. Слабаки, разумеется, попасть не смогут, но им-то нужны серьезные ребята, а для них это не будет проблемой. Затем Ресует ему виски с сюрпризом, пусть выпьет и позабудет обо всем, отдастся своим инстинктам. Прежде чем выпить пойло, Акера задается вопросом, но ведь все эти люди, они тоже сольются с демонами. Так и есть, но у этих придурков нет намерений бороться со слиянием, и они не так добры, как Акера, так что их оболочки сразу же станут пристанищем для демонов. Как только они утратят человечность, то станут врагами номер один для них. Акере стоит запомнить, все, кто окружает его, враги. Такой расклад не устраивает Плаксу, у них ведь нет шансов против такой толпы демонов. Рес считает, что если они не справятся с такой жалкой кучкой противников, значит им не стоит ссоваться в большую игру. Их цель спасти человечество от всех демонов. И здесь нельзя начинать с чего-то лайтового. Либо они переживут эту мясорубку, либо бесславно умрут. Акера понимает, ставки высоки, но назад пути уже нет. Посему он залпом выпивает то, что ему дал друг, а затем снимает себе верхнюю одежду и идет веселиться. Правда, весь кайф ему обламывает Рео, который замутил себе розочку и начал кромсать всех, кого видит. Кровь. Демоны любят кровь. Чтобы все получилось, нужно как можно больше крови. Впрочем, довольно быстро нашелся мужик, который решил поставить на место мамкиного демонолога. Акера пытается помочь другу, но довольно быстро и ему прилетает по морде. А затем какая-то дамочка и вовсе швыряет ему в стакан в морду. Гитарные рифы, дьявольский смех и жуткая боль слились воедино. Сработало. Первый демон вошел в чат. Один за другим безмозглые тусовщики превращаются в монстров. Рио доволен. Демоны телепортируются сквозь непробиваемую стену. Они чудовищно сильны. Вот только наши герои ничего не чувствуют, а пространство уже кишит полчищами демонов. Это провал. Им не удалось очистить себя от разума. Видимо, их просто сожрут. на Акеру нападают, но в этот самый момент страх ударил по нему. Весь его разум улетучился. Сейчас фуду Акера действовал только при помощи инстинктов. Этого мгновения хватило. Акера получил силу, которая и не снилась бате Рео. Теперь он человек-дьявол. Парнишка тут же начинает кромсать демонюк, который не понимает. Амон что, свихнулся? Вот только это больше не Амон. Могут называть его Альфа-ебой. Видимо, Рео не ошибся. Акере действительно удалось подчинить себе демона. И сейчас он с превеликим удовольствием начинает убивать всех, кто попадается ему под руку. Глядя на него, Рео напуган. Точно ли это тот самый Акера Фуду? Ему нравится эта жестокость. Он получает удовольствие от этой кровавой бани. Что если Рео ошибся и создал не союзника человечеству, а его злейшего врага? Пока он на их стороне. Но что будет дальше? У него ужасающее тело демона и человеческие знания. Человек-дьявол может стать палачом человечества. Уничтожив всех демонов, Акера возвращается в свой привычный облик. Но где же Рео? Не убил ли он его в полубитву? Он начинает искать друга и наконец находит. Он без сознания. Акера в смятении. Неужели он умер? Через некоторое время заметно возмужавший Акерыч вновь идет с Микки. Девушка заметила изменения в нем. Она не знает что случилось, но ей это нравится. Он определенно заводит ее. Но на их пути вновь возникла ЧВК гоп-стоп. Микки тут же начинает стебать их за трусость. Ведь вчера эта троица обмочила штанишки, завидев ружье. Будь она мужчина точно не смогла бы пережить такого позора и вспорола бы себе брюхо. Может они так и поступят? Позорники. Разумеется, пуканы-гопоты не выдерживают такого натиска, и они собираются припадать урок на Халке. Вчерашняя ситуация кое-чему их научила, так что теперь у них нажиба больше. Однако Микки тоже не пальцем деланная. У нее есть оружие. Намечается серьезный забив на ножах. Но в дело вступает Акира. Он обещает подруге, что сам с ними разберется одной рукой. Решимость паренька гопоту не пугает. Че он рисуется-то? Неужели не боится? Акира уверяет, что он куда страшнее их оружия. И довольно быстро доказывает это, уложив всю троицу одной рукой. Микки поверить не может. Какой Акира потрясающий. Она не ожидала от него такого. Альфач просит ее вести себя поспокойнее. Здесь все-таки люди. Затем, как и подобает настоящему мужчине, он просит подружку взять его сумку. Микки радостно хватает ее и обещает, что будет носить ее всегда. За ними наблюдала черная кошка. Значит, Фудоакере удалось взять под контроль Омона. Интересно получается. Разумеется, это был демон, который таинственно улетел, но обещал вернуться. А будет ли продолжение зависит только от вас. Вполне вероятно, я закончу его для Бусти, в случае вашего интереса. Или закончу здесь, если будет 1666 лайков. Лично мне эта история интересна, надеюсь и вам понравилось. Если что, есть неплохой сериал от Нетфликса относительно, недавно он вышел, и еще две О, если вдруг хотите заценить сами, то пожалуйста. На следующей неделе начну выкладывать мангу Ганс, и уже совсем скоро сага о Винланде докатится до ангоинга. В данный момент активно работаю над ней. Если вы новичок на канале, то рекомендую ознакомиться с уже законченными произведениями. Это Бродяга, Мальчик с ружьем, Клеймор и Берсерк. Огромное спасибо ангелам-хранителям этого канала, а именно Тазику, Сергею Сушко, Крамеру, Максиму 426, Александру, Unstable Плееру, Кепу, Дизу, Якубу, Артуру Просто и вот этим замечательным людям, благодаря которым я продолжаю делать то, что вы видите на своем экране. Друзья, не забывайте жмакать по лайку и оставлять комментарий, только с вашей помощью этот видос может собрать больше просмотров. С вами был Скерс, чао, пока.